Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня с вами снова я, Владимир Глазков. И сегодня тема нашего сюжета – это одна очень нехипичная награда, связанная с русско-турецкой войной 1877-1878 годов. Я неоднократно говорил, что поскольку не являюсь я специалистом в области фолеристики, ни в том, какие награды жаловались, ни в том, за что. Поэтому я стараюсь этой темой так касаться, ну, что называется, очень-очень так вот вскользь. Но бывают случаи, когда… Во-первых, бывают случаи, когда люди дарят экспонаты в музей. Когда человек нам принес, подарил искренне от всей души, мы не можем отказаться и даже считаем себя не вправе, потому что, ну, подарки вообще не бывают случайными. Подарки делаются, если тебе сделали подарок, это не ты, это пришло откуда-то вот по распоряжению высших каких-то сфер. Ну, мы считаем так. И поэтому вот такая колодка интересная, и к ней со временем образовался вот такой вот крест. Сейчас расскажу, что это такое и почему. Ну, достаточно известная здесь медаль. Здесь когда-то было три награды. Медаль в память русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Данная медаль существовала, как любят говорить фольеристы, в трёх металлах, в трёх видах. Это для участников боевых действий предназначались две. Это светлая бронза, как вот такая медаль светло-бронзовая. И были боевые действия, за участие в которых давали серебряную медаль. Это три таких, три эпизода очень важных. Это Шибко, крепость Карс на турецком театре, крепость Безет тоже на турецком театре. Ну, вот наиболее массовая светло-бронзовая медаль, вот она здесь есть. И третья, это румынская награда. Король румынский Карл награждал, она достаточно распространённая была в русской армии. Они, как правило, соседствуют с этой наградой, если это не Кавказ, а именно Балканский театр. В обиходе он называется «Крест за переход через Дунай». Отчеканен он из железа, и награда была весьма почётная. То есть это сразу видно, что человек участник боевых действий, участник балканской кампании. Когда-то здесь была третья награда на ленте ордена святого Александра Невского. Что это такое было, мнение расходится. Существует мнение, что это была медаль за усердие. Ни за, ни против ничего сказать не могу, поскольку не фалерист. Не исключено, что это была медаль коронационная. В память коронации императора Александра Третьего это 1883 год. Возможно. Но медаль утрачена, однако колодка вот в таком вот родном сборе, она полностью с оригинальными швами, мы сочли неслесообразным. Как-то вот её видоизменять. Вот пусть будет так. И вот такой предмет весьма необычный. Что это такое? Это аналогичный крест того же Чикана абсолютно, но только он изготовлен. Это частный заказ, изготовлен он в России. И изготовлен он из серебра. Как это явствует вещь подлинная. Здесь присутствуют все необходимые признаки. Здесь известен провинанс. То есть, ну, они встречаются время от времени. Редко, но встречаются они такие кресты в серебре. Предположительно, это офицеры, которым вот хотелось таким образом. Либо, может быть, кому-то был нужен дубликат, потому что, например, там, у высших чинов у них может быть два мундира, дабы колодку не переставлять. Такое практиковалось. Поскольку тогда основная масса наград, она не имела номеров, можно было у частного ювелира заказать себе копию наград, то есть вторую колодку. Возможно такое. Но здесь ситуация немножечко иная, потому что здесь явно, судя по тому, как это сделано, это нижний чин, возможно, отставной. И даже, скорее всего, отставной. Потому что сами колодки, они выглядят достаточно архаично так. Но, тем не менее, это вот память о русско-турецкой войне 1877-1878. И вот такой редкий серебряный крест пришел. Я считаю, он очень хорошо ее дополняет. О той войне можно долго рассуждать. Там, почему так, а не иначе, с какой целью она была предпринята. Была ли победа там полной, неполной. Я высказывался уже по этому поводу и могу повторить. Почему-то никто не задумывается, что наряду с лозунгом освобождения братьев славян, то есть болгар, в данном случае от турецкого владычества, ставилась еще одна цель. На мой взгляд, ставилась факт об этом свидетельствует. У древних римлян был принцип «кому выгодно». Болгария и прилегающая область – это была достаточно серьезная экономическая база для турецкого государства. Поскольку по итогам войны в 1878 году Болгария получила независимость, а Босния и Герцеговина была оккупирована Австро-Венгрией, и сначала оккупирована, потом в 1908 году аннексирована, то есть присоединена фактически, Турция очень лишилась серьезной части своего экономического потенциала. И значимость ее как союзника для держав центральных во время Первой мировой войны, конечно, снизилась весьма сильно. Показательный пример, я тоже как-то об этом уже упоминал, у Австро-Венгрии, у нее флот был небольшой, он был достаточно хорошо вооруженный, с качественно подготовленным личным составом, неплохие корабли по тем временам, но он был невелик. А кроме того, он создавался для задач, там же тогда Австро-Венгрия, она же имела выход к Кадриотическому морю, и основным противником считалось долгое время Италия, королевство Италии. Ну, помятую о 19 веке, о войнах с итальянцами. Однако, как оказалось, там линейный флот-то, по-моему, был совсем небольшой, что-то кораблей пять, что ли. Причем там один был вообще построен венгерским дворянством, по большей части на свои пожертвования. В общем, базируясь на Адриатические порты, эти корабли союзным державам, державам Антанты и России в частности, они не могли сделать ничего, у них не хватало запаса хода, у них не хватало радиуса действия, чтобы вредить как-то коммуникациям союзников. Высказывались предположения, что можно эти корабли базировать на союзные порты, то есть на турецкие. И уперлись в то, что Турция экономически не в состоянии обеспечить снабжение ни углем, ни продовольствием, потому что, ну, военный корабль – это вообще удовольствие очень дорогое. Есть такое вот посидение изречения, что хотите разорить там маленькую страну, подарите ей военный корабль, там, подарите ей крейсер. И вот совокупность этих факторов, я считаю, показала, что Турция, что вот эта стратегия, выбранная при Александре II, выключить Балканы по возможности из сферы турецкого влияния, она была правильной, и вот на длительном отрезке времени это сработало. Хотя, конечно, сейчас всякие умники очень любят рассуждать, что вот там болгары против нас воевали, ну, против кого они могли воевать, если у них цари все из немецкой династии Саксон-Кобургской. Ну, понятно, что с немцами они воевать бы не стали. Хотя, кстати, к чести царя Бориса, Бориса III, это уже Великая Отечественная война, Вторая мировая, вот тот не отправил на русский фронт ни одного солдата. Хотя его очень к этому понуждали, оказывали на него политическое давление, и обстоятельства смерти его до сих пор не разгаданы до конца. Что касается Первой мировой войны, то там, как всегда, румыны, так сказать, отличились, которые выступили в войне на стороне Антанты, и в любом случае вот тогда, то есть до этого у нас просто не могло быть непосредственного контакта с болгарскими вооруженными силами. Так или иначе, но Болгария автономная, независимая, оказалась игроком слабым, и сколько-нибудь внятной роли в Первую мировую войну, во Вторую сыграть не смогла. А вот Турецкая империя, если бы в Первую мировую была бы опиралась на более мощную экономику, там могло быть все несколько иначе. Ну, это мой личный взгляд, я повторюсь еще раз, это мой личный взгляд, который опирается на римский принцип «кому выгодно». Если вы захотите подискутировать, то это можно сделать. А мы еще раз вспомним вот о простых русских солдатах и офицерах, которые воевали, в том числе из-за освобождения братьев славяна с полу турецкого владычества, идеи панславизма тогда были очень в ходу. И все последующие события никак не умаляют их подвига. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова